А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 20 августа, день Марина, назван в честь святых мучеников Марина и Астерия. Марин был воином, товарищи по полку призвали его на место сотника. И когда Марин готовился занять это место, другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, подошел к суде и открыл ему, что Марин, как христианин, не хочет приносить жертвы богам и изображениям царей, а потому такого человека в силу римских законов нельзя ставить сотником. За отказ принести жертвы ложным богам Марина обезглавили. В народе этот день называли Марины Пимены. Отмечали наступление осени и постепенное завершение лета. После этого дня больше не ходили в лес за малиной, а на столе обязательно должны были быть пироги с малиновой начинкой. Ими отмечали завершение лета. Двойное название этот день получил по имени двух мучеников, преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен по прозвищу Многоболезный с детства был подвержен различным хворям. Однажды Пимен попросил родителей отвезти его в Киево-Печорскую Лавру. Там он просил Бога не об исцелении, а об продлении и страдании. Там же он стал монахом. Долгие годы преподобный болел, и за ним некому было ухаживать. Однако он смог сам исцелить другого монаха от тяжелых недугов. При этом взял с него обещание ухаживать за ним до самой смерти. Монах выздоровел, позабыл о своем обещании, но вскоре он снова был поражен тяжелой хворью. Пимен вновь его излечил, после чего монах стал за ним ухаживать. Сам Пимен стал полностью здоров за три дня до своей смерти. Он завершил все свои дела, простился с родственниками и умер. Приметы. Аисты готовятся улетать на зимовку. Осень будет холодной. Если сегодня утренний туман, после восхода солнца рассеивается быстро, это к хорошей погоде. Мы можем дать такое напутствие на авторскую рецептуру для наших зрителей. Вот основа-то в чем? Это овощной суп с проросшей пшеницей. Наш главный секрет. А овощи люди могут добавлять и комбинировать по своему желанию. Это точно. Здесь должно быть действительно творчество. Хотите морковочки? Там больше, меньше свеколки? Там побольше или там поменьше. Сельдерея и прочее, прочее, прочее. И я еще хочу сказать, рассказать о том, а как себя вести за столом. Да. Дело в том, что за столом, когда мы садимся, помолились. Прием пищи это должен быть такой, ну, своего рода таинство, потому что во время него мы с вами строим свое тело и здоровье. Поэтому никаких не должно быть разговоров, каких-то деловых или еще чего-то, чтобы не отвлекался ум на какие-то там такие процессы, совершенно противоположные нашему здоровью. Наоборот, шутки, веселье, какая-то там радость такая вот, семья объединилась за столом, поглощаем пищу, тщательно жуем. Потом это будет то, что надо. А когда наоборот человек начинает все вот это вот, еще ругается за столом, вот они встретились для того, чтобы выяснять отношения во время приема пищи. Это вообще недопустимо, такого не должно быть. Поэтому люди потом, они удивляются, а почему у них давление повышено, а почему у них там, допустим, кости начинают разжижаться или там куда-то там остеопороз возникает. Потому что мало обращают внимания на свою ежедневную жизнь, которая, я включаю, конечно же, и трапезу, к которой стоит относиться грамотно. И при этом эмоциями во время поглощения пищи они себя разрушают. То есть этого не должно быть. Сейчас еще раз попробую картошечку, потому что мне как-то не имеет смысла. Давайте, давайте. Кстати, как раз вот в этой вот кожуре содержится гораздо больше микроэлементов, нежели в середине. И более того, под самой кожурой находится особый слой таких, будем говорить, веществ. Он содержит много ферментов, которые помогают расщеплять картофель. А я добавляю закладывающую свекру. И вот картофелька это закипит, на самом деле мы будем не так все готовы. А сельдерей я-то еще не добавила. Вот этот вот сельдерейчик. Вот это самое время, да? Да. Хорошо. Добавляем сельдерей. Так, зелень мы будем? Зелень мы... Зелень мы сейчас мелько порежем и будем добавлять практически уже готовое блюдо. Почему? Потому что, ну, она быстро разваривается. И чтобы, знаете, сохранила свою, как бы сказать, первозданность, сохранила свою хрустинку. Тогда она будет, ну, полезная. Полезная, да, хорошая и желанная. А когда все разварится в какую-то бумагу такую, знаете, то толку не будет. А я вспомнила, какой эпизод. Вот, например, заходит компания в кафе. Действительно хотят поесть. И вот в этой компании есть курящие, а есть некурящие. Вот на что я обращала внимание. Стоит эта компания, и люди, значит, ну, мэтрдотель спрашивают, вам курящий зал или некурящий. И те, которые некурящие, стоят и молчат. А я сейчас понимаю, люди некурящие, говорите. Мы выбираем некурящие. Почему? Потому что вот эта атмосфера этого дыма тоже сказывается отрицательно. Отрицательно сказывается на нашем здоровье. На нашем здоровье именно во время приема пищи. И, кстати... Вы застаиваете на некурящем зале. Правильно. Я думаю, что скоро как раз закон этот выйдет. И уже меньше будет курить гораздо. Так вот, Таня подняла очень интересную еще тему. Вот вы зашли действительно в кафе покушать. А рядом там люди сидят. Они могут как-то сквернословить или еще что-то говорить. И вы знаете, есть довольно-таки неприятно. И что получается? А когда человек еще сквернословит, особенно за столом, то тем самым вот эти скверные слова, как мы уже ранее говорили, притягивают сущности, которые могут войти в еду, питье и так далее. И потом, естественно, попадают вам, и ни о каком здоровье не может быть речи. Что надо в этом случае сделать? Обязательно, как только услышите матерное слово, вы хотя бы про себя, там, кратко, молитву. Господи помилуй. И хотя бы так мысленно перекрестите пищу. Мысленно перекрестите пищу. То та негативная информация, которая от слова влетела в нее и потом попадает в ваш организм. Знаете, вот трудно это все понимать. Но благодаря тому, что у нас появились компьютеры, и мы входим в интернет, и оттуда лезут вирусы. Хотим мы того, не хотим мы того. Так вот, любое слово, оказывается, плохое, оно как вирус, начинает, входит в нашу систему и начинает потихонечку ее разрушать. У одних это сильнее, у других это меньше. Организм старается все это преодолеть, чтобы, как бы сказать, наша система работала нормально. Поэтому, услышали матерное слово? Раз, там, мысленно перекрестили, раза, два, три, и все, и после. Иначе самое время закладывайте. Нет, 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 вот, Анюша наша спешит, ни в коем случае, смотрите, вода еще кипит. Кипиток, представляете, зерно, оно живое, оно растет, и только она сразу в кипяток попала. Что получается? Как только она попала, вот, она чувствует ожог, она чувствует боль, и поэтому там и белки там сворачиваются, и витамины там разрушаются. Подождем, подождем, как только у нас остыть. Я выключила, я выключила, она готова. Хорошо, хорошо. Только соль надо добавить. Соль будем по вкусу добавлять непосредственно в блюдо. Вот, как только температура снижится до 45 градусов, это та температура, при которой не разрушаются ни белки, ни витамины, мы тогда уже в готовое блюдо, каждый берет себе там одну ложечку, две ложечки прорушивающейся. Хорошо. Красота везде должна быть, потому что красота – это признак гармонии, признак душевной радости. И когда все это делается вот действительно красиво, то человек получает, ну, ищет, Бог говорит, с пищей такие благоприятные эмоции, которые начинают питать его душу. Потому что пища питает наше тело, а возвышенное мышление, обращение к Богу с молитвой способствует тому, что оно питает еще душу. Кстати, вот это вот блюдо, которое мы с вами приготовили во время поста, очень удачно. Здесь не содержится никакой животной пищи, поэтому его можно смело есть. Здесь, а, проросшая пшеница, которая здесь содержится, сейчас уже будет содержаться, да, она дает силу, насыщение и снабжает нас всеми витаминами. Некоторые говорят, а во время поста вот можно витаминки есть для того, чтобы там, ну, все-таки для витаминов. Поддержать, да, да. Нет. Вот эта пища будет как раз снабжать нас всем. То есть ответ можно, вот они самые витамины. Итак, ты сколько будешь? Я к вам покажу. Хорошо, у меня две столовые ложечки. Вот, а с горкой две одна. Вот, хорошо. Ну и мне тогда полторы. Давай, полторы. 20 минут и готово замечательное блюдо. А вот для тех, кто поститься хочет, но чувствует слабость, делайте по средам и по пятницам. И одного аппетита. Приятного аппетита. Так. А если, знаете, еще так по... Господи, благослови пищу, когда ты нам посылаешь, приятного аппетита. И начинаем. Кстати, когда ешь проросшую пшеницу, она так приятно похрустывает на зубах. Постный супчик. Постный супчик. Мило. Можешь добавить туда соли. Могу. Могу перца. Я думаю, что программу заканчивая, мы оставим за собой право доесть уже после программы. Но я уверена, что после того, как мы с вами доедим, просто поблагодарим Бога за то, что дал нам эту пищу. Да. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok